здравствуйте хочу показать уже вторую работу своим свою по резьбе титановых накладок в данном случае уже готовые накладки имеется из титанов нам надо вырезать вот таких две змеи одной вот они как бы хватает свой хвост и переплетает между собой единственное что я использую циркуль один раз этот круг провел остальное все руками в основном здесь руками и вторая змея вот такая вот выползающая из этого отверстия это все на фоне дерева будет обе части здесь что-нибудь еще придумаем здесь тоже какие змеи здесь в основном те кто который лазит по деревьям в основном здесь не не такие гремучие которые на хвосте обычные простые змеи здесь есть такой захочу отмечу как бы как скандинавских всяких орнаментах есть такой закон если одна полоса прошла под другой потом обязательно должна выйти над другой везде то же самое все вот над под вот вот под нее входит над ней проходит единственный все нарушил что вот хвост он должен был внизу быть не тогда не будет видно что много хватает с меня ее хватает поэтому я вывел но это не так страшно начнем вот у меня есть две фрезы большая и малая они одинаковые работа небольшая в смысле плашка сама небольшая поэтому возьмем малую поставим скорость тройку обязательно защитные очки сначала контур весь провести надо будет и отступить чуть-чуть эго а а а а а а а а Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот что у нас получилось, чтобы нам лучше видно было... Уже высохло... Ну вот так... Теперь надо у меня закончить эти все мелочи... Всякие вот эти выделить... Вот этот фон весь ровным сделать... После этого я покажу... Как придать объем этим всем чешуйкам... И потом перейдем... К самому фону... Вот то, что мы сейчас имеем... Закончили... Тем бором прошелся... Все линии закончил... Теперь поставлю вот такую фрезу... Поставил вот такую фрезу... Она самая тонкая... Цилиндрическая... Тоненькая... Теперь нам надо будет... Вот от головы начинаем... Убирать у угла... Вот этого ромбика... Верхний угол... И вот у всех... Вот этих... Сколько здесь сотен будет... У каждого надо убрать... Плавненько только один верхний угол... И должно плавненько это все сходить... Вот так... Здесь оставался должен три угла... А верхний убираем... Плавненько все... Все, 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 все... Каждый... Я покажу пару штук... А дальше тоже самое будет... Вот голова... На мелких видно не будет... Я на крупных укажу... sensitivities... Ну, если вы ещё будете... С.» Сколько здесь зажечьте! а кустой тск... Это enabled скорее уже не airborne! Наша и не Ram . А верш mentoring... Там можно Dayim Nails. Наша Грацияガер... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Если так посмотришь, я не знаю, передает нет на видео, но сможет какой-то змея чуть переливается. Видно, как будто она ползет. Я уже начал текстуру дерева снизу. Покажу тебе, как это делается. То же самое сверху. Надо распечатать на принтере листовку с корой. Можно и свои фотографии, можно в сети взять. И еще я хотел отметить, что кора возле змей не должна быть на большую глубину. Это обязательно. Вот здесь по краю поглубже должно быть. К змее наоборот. Для чего это делается? Чтобы змея просто отделялась. Если я сделаю здесь глубже всю поверхность, то змея будет сливаться с фоном. Вот давайте продолжим. Вот я здесь наметил чуть-чуть орнамент. Не орнамент, а саму кору. Как орнамент у нас служит фоновым. Фрезу беру вот эту, самую тонкую. Да, чуть пострадал. Здесь не принципиально, а с краю или все. Я в центре начну. С больших площадей. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...